всем всем добрый суток сегодня у нас воскресенье солнечный денек не совсем тепло но в отличие от прошлых дней очень даже ничего и мы отправляемся в гости и я на всякий случай за карточку чтобы заехать в магазинчик один где-то варивают бонусы вот через такое перевозил заборчик где отоваривают бонусы от сбербанка спасибо программу них есть программа не сделали на магазинах нет из магазина вы заварить эти бонусы один и очень далеко не так как нам будет по дороге я хочу заехать и может что нибудь покажу и у меня появился повод вы гулять свои сваровских такие у меня есть колечки я с некоторых пор перестала любить золото я очень люблю и я перешла на бижутерию красивую вот такой в золоте у нас храм красивый и такое чистое красивое небо голубое голубое поедем мы по императорском мосту вот сейчас направо вот туда идет эта дорога на президентский мост а это на императорский мы едем и мы прошлый раз вот туда налево выезжали так что я вас прокачу по мосту вот эта дорога вот тот же там венец также вдалеке и мы спускались вон туда называется майская гора вот это у нас вот такая тут у нас на траве эмблема гурта юля шептунова новая песня не слышала я никогда еще такую я не была таким ярым поклонником ласкового мая я в первый раз как раз услышала в поезде подумала что за хирурские песни такие потом развед рассказывал как они по поездам раздавали бесплатно кассеты чтобы их узнали и вот прямая дорога на императорский мост сначала он устроился как железнодорожный при царе николае вот видели да поезд прошел а потом пристроилась к нему автомобильная дорога так сейчас покажу вам вон туда волга и там виднеется вдалеке президентский мост и вот как раз отсюда шел теплоход с левой стороны а в это время по вот этому вот мост железнодорожный вот проходил состав и груженный бревнами и когда случилась трагедия все эти бревна мало того что срезал верхнюю палубу а люди вышли любоваться минцентр да дискотека была и минцентр подсвечен люди вышли на верхнюю палубу полюбоваться и в это время обрезала об эту вот арку и верхнюю палубу и с этого вагона туда падали бревна зерно сыпалось я почему знаю это подробно так потому что я в этот день вообще приехала в ульяновск и мы стояли мы тогда не знали что еще случилась такая трагедия мы стояли чтобы переехать на эту сторону 4 часа тогда приезжала правительственная комиссия ли и потом уже мы узнали что мы проезжали мимо как раз вот этой же дорогой и мы видели что здесь бревна лежат в общем вот такие дела и поставили потом сейчас я покажу вот здесь вот вот там внизу есть островок такой сейчас вот его видно немножко островок и там вот поставили крест памятный очень много было моих земляков донецкой области шахтеры ехали все знают что в то время шахтеры были богатые люди на смысле хорошие зарплаты у них были вот они ехали по путевкам видите там вот крест на реке стоит это вот не видно вот из-за а вот в общем поставили там памятный памятный крест что все погибшим на этом месте царстве небесное как потом выяснилось там погибла . соседки маминой по соседству они жили она по тоже было так в этом путешествие вот еще раз такая вот грустная история теперь смотрите вот у нас тут катера стоят это вот гаражи для лодок катеров там канатная дорога которая и работает вот там вверху виднеется дом гончарова ульяновск симбирск он не славен не только ровы как родина ленина а и как писателя гончарова художника пластова и керенского если кто знает историю немножко что александр керенский с владимиром ленина мани были друзьями учились вместе гимназии это спуск степана разина ну в данном случае как мы едем вверх то для нас это подъем очень красивый вид отсюда восьмерка называется но здесь не видно конечно а когда стоишь и возле есть же у нас мим-центр ленинский и когда вот там стоишь смотришь на этот спуск это очень красиво вот я вам рассказала немножко историю вот эти дома вот этими домами я всегда кстати его нет уже домика а вот он да 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 вот он домик не снесли еще ой я всегда уже с 35 лет проезжаю мимо я всегда смотрю на этот домик ему наверное уже 200 лет этому домику он такой прям очень красивый со всякими башенками балкончиками но очень старый это вот у нас тела стоит такая до стороны у нас там афганцам памятник и это основная улица у нас туда прямо пошла улица гончарова это единственная центральная улица город небольшой что-то порядка 600 тысяч чтобы население точно точно не буду говорить то что не знаю ну небольшой там далеке легкоатлетический комплекс вообще у нас очень многое стало почему-то строится тоже стадионы спортивные комплексы но у нас вообще от нашей области тритьяк тритьяк его фамилия владислав тритьяк за за хоккеист он депутат от нашей области может быть это влияет на то что у нас только спортивных сооружений шикарный храм вы посмотрите какой красивый какой же он красивый золотые купола очень красивый а вот там вдалеке вот вдалеке да да вот зелененький вот мелькает между елочек мы здесь вот этот да крестили своего называется всем святым всем святым очень красивый и сейчас мы его выезжаем у нас еще здесь есть одна река свиньяга называется да это вот мост через свиньягу если даже больше нравится хотя бы пляж вот такой хороший есть у нас вот где я живу нас там толком нет ни пляжа не набережной а здесь вот такие огромные аквапарк детский мир и как корабль стоит торговый центр это здесь да в этом здание а вот в этот год м-видео за и какой корабль этот торговый центр и мы сейчас сходим посмотрим что там можно я бы несколько лет уже потому что не посещали магазин данный на бонусом у меня накопилось куча целая я немножко может сгорели уже да может быть они за год только собираются в общем все расскажу покажу нам оказывается перед посудоцентром надо вот сюда еще заехать купить кое-какие строительные материалы у нас такой получается вот она кувалда да кстати нам кувалду и купить надо я уж не буду показывать большой строительный магазин девочка вот они интересно вот такая кувалда нам оказывается нужно на уши эти дела строительные кажется вот такую еще надо нам масочку это хорошо когда дешевле это приятно земля земля и космос вот вот такая маска и кстати вот этот торговый центр комплекс звезда он построен на территории бывшего радиолампового завода который в годы перестройки развалили и у меня муж здесь в молодости до армии или после армии в общем он рассказывал что он здесь когда-то на радиоламповом заводе работал огромный был завод жертва перестройка но вот сейчас мне муж говорит что его проводили в армию отсюда потому что я же говорю что отсюда он в армию шел или после армии оказывается провожали да раньше провожали на заводе торжественно красиво сейчас по-тихому и без праздников будешь рассказывать я могу записать ну в общем собрали в актовом зале дали напутствие чё еще пожелали хорошей службы автор ручку блокнот подарили письма чтоб писать вот еще дворец спорта какой огромный был бога спорт арена просто мы сейчас не так часто сюда попадаем на эту сторону у нас как бы вся жизнь на своей стороне проходит ну вот теперь после кувалты мы едем вот в этот корабль который я показывала вот называется этот торговый центр пушкаревская местечко где пристроиться и пойдем посмотрим на что мы можем здесь рассчитывать